Всем доброго дня, уважаемые зрители! С вами Рухаб, с вами Мила. Начинаю свою работу на ESL Bank Hamburg 2019. Сегодня с матча Альянс против Вичи Гейминг. Ну и давайте, наверное, немножко информации по ESL и по командам, что у нас вообще творится, потому что, наверное, еще не все подключились в дотку, не все еще смотрят, только просыпаются. Профессиональный сезон уже в самом разгаре. Ну и по поводу ESL. 300 тысяч призовой фонд. Сейчас у нас проходит групповая стадия. Играются все матчи в ней в формате БО-2, набираются очки. Я буду для вас комментировать группу А. Сегодня в Вичи Гейминг первое место занимают в группе, но Альянс, соответственно, второе. У обеих команд все очень неплохо. Вичи Гейминг выиграли две свои встречи. Притом против Бесов достаточно уверенно и против Виртус Про, я бы сказала, так же. Альянс? Альянс выиграли против Бесов. Только вот проблема была с викингами. Одну карту они именно... Не люблю слово «залили», но вот там это, наверное, это слово можно использовать именно в отношении той карты. Потому что все-таки они очень жестко вели и, на мой взгляд, немножко недооценили своих оппонентов. И сейчас, на мой взгляд, опять же, объективно тут сказать сложно, потому что команды показывают себя очень неплохо. Последние результаты Альянса, я думаю, что точно должны радовать фанатов этого известного тега. И многие, несмотря на то, что состав полностью изменился, все равно рады. Конечно, выступают они в этом сезоне очень здорово. Даже смогли в финале Дрим Лиги сезона 12 выиграть Демон Слайерсов, которых просто все хвалят за счетом 3-2. Что, в принципе, было неплохо. Да и там, в принципе, справлялись они и с ФТМ, и с НИПами, и со Штормами. То есть, в принципе, как я уже сказала, сезон у Аликов начался замечательно. Очень многие отмечают хорошую игру Ника Бэби первой позиции, которая, на самом деле, очень здорово, на мой взгляд, себя позиционирует и показывает в этой команде. Ну, у вас будет уже время скоро оценить то, как он себя покажет непосредственно в этом матче. Про Вичи Гейминг, к сожалению, я не могу столько рассказать, потому что я комментировала непосредственно в матче Альянс. Мне лично все понравилось, но Вичи Гейминг, судя по тому, что они еще ни разу не проиграли, тоже показывает себя очень хорошо, по крайней мере, в рамках этого турнира. Ну и минутка отступления. Генеральный партнер трансляции Mercedes-Benz. Если захотите подкрепиться, то это, конечно же, KFC, потому что твое GG-комбо ждет тебя в KFC. Смотри, не слейся. Найти купон вы можете под описанием трансляций. Ну и бессменный партнер трансляции Parimatch. Играют они, выигрывайте вы. А теперь поближе к доте. И, конечно же, к пикам, которые у нас на самом деле уже практически подходят к концу. Так. Магнус, Джиггернаут, Гриммстрок. Неплохо от Альянс. И, конечно, почему-то дота подвисает немножко. Сейчас, сейчас я перезайду. Так, все, нормально. Против Гирокоптера, Кентавра и Леона. Кстати, если вы смотрели матчи Вичи Гейминг, вы, наверное, должны были отметить момент, что Вичи Гейминг играют достаточно... Не сказать, что не метава, но они берут героев, которых практически никто не берет. Если сравнивать с теми же самыми Альянс. То есть Альянс, посмотрите, Магнус, Джиггернаут, Гриммстрок. Герои достаточно популярные, при том, что в СНГ пространстве, что в Америке, так как я люблю Америку, комментирую в основном этот регион, конечно, я буду сравнивать по большей части именно с ним. Там, например, с Магнусом и Джиггернаутом играли и Evil Geniuses, и Штормы играли, и очень даже неплохо у них получалось. Что стоит еще отметить, что у Вичи Гейминг пики очень вариативные. Они пикают вообще очень-очень разнообразно. У них даже Клокверк появлялся, которого, на мой взгляд, практически вообще ни одна команда не использует, несмотря на то, что это только такое начало. Все-таки сезоны, еще команды разыгрываются, и так далее, но тем не менее. Очень у 33-го, кстати, у Нета ограниченный пул на этом пока турнире. Ему не дают много героев и легионку, а появляется, если не ошибаюсь, уже в третий или в четвертый раз для него. Также он играл на Абадоне. То есть пока не наиграно у них какое-то большое количество стратегий, чего о Вичи Гейминг сказать явно нельзя. Если вы посмотрите, что они пикают, то уже какие-то выводы, в принципе, можно будет сделать. Ну и давайте интересный факт, как доказательство тому, что я готовлюсь к трансляции. На самом деле факт очень забавный, потому что, когда я смотрела все матчи, какие были между этими коллективами, кстати, Вичи Гейминг именно по тегам за все-за все время ведут, они пока являются фаворитами по встречам. Но ровно год назад, 23 октября, правда, другой состав Альянс играл против другого состава Вичи Гейминг, но тем не менее, это опять же было в рамках ESL, и они, я говорю о Альянс, проиграли со счетом 2-0. А последний раз они выигрывали у Вичи Гейминг только во времена того самого золотого состава Альянса. Это было примерно два года тому назад, что, согласитесь, достаточно длительный, продолжительный срок. Вот такая вот минутка истории вам в ленту. Ну или в эфире, это уже и важно. Так, смотрим дальше. Соответственно, у нас расстановка линий должна быть примерно такой. Кентавр и, предположительно, Варлок, вот, кстати, по поводу Варлока, на самом деле, не сказать, что точно, потому что, может, или он отправится на четвертую позицию, но предположим, что Леона они оставят на четвертой позиции, либо Варлока на пятой. Кентавр, соответственно, с одним из саппортов на сложную линию. Герокоптер, который сейчас оверрейтится, наверное, во всех регионах, и пикается на первые пики, или уходит на первые баны, у нас отправится на легкую линию. И Вичи нужно задуматься о герое для своего мидера. По поводу Альянс, я уже, в принципе, все... Тут все, в принципе, понятно. Гримстрок у нас будет пятой позиции, Магнус четвертая, Легионка третий, Джиггернаут первый, и, опять же, нужен герой в мид. Кстати, забанили Тини, сами Вичи Гейминг с ними играют. И появляется у нас Death Profit. Соответственно, у нас неплохой пуш-потенциал Джиггернаут, Death Profit. Имеется под хил, такой, можно сказать, под сейв от Легионки и инициация за счет той же самой Легионки. Но, кстати, хочу отметить, что 33-й не всегда сразу там берет блинк. Вот, например, тот самый матч, который они играли против викингов, они и проиграли за счет того, что Легионка очень поздно смогла начинать инициировать замесы. И вообще, нельзя даже сказать, что она там начала их хорошо инициировать. Но про него уже говорить не будем. Появляется пугно. Not bad. Неплохо. Кстати, очень забавно. Для Ори, разумеется, у нас пугно. Они ее использовали и как саппорта, вот используют как мидера. Они, на самом деле, очень вариативные ребята. Их пики очень крайне, крайне сложно предугадать. Тот же самый Дазл может использоваться как саппорт, как и мидер, что сейчас не так часто, в принципе, делается. Так, Лимб у нас будет на Death Profit играть. По поводу пика. Несмотря на то, что у Альянс больше видна задумка, опять же, Джиггернаут, благодаря тому, что в команде имеется Магнус, явно сразу же понимаем, насколько у него усиливается фарм потенциал. То есть фармить он будет много. Единственный момент. Я все чаще замечаю, что несмотря на то, что Магнус появляется в пике, как-то мало времени не уделяют команды для того, чтобы делать какие-то стаки. И, честно говоря, мне это кажется немного странным. То есть вот особенно если учесть, что Магнус – это такой герой, который, особенно в начале, он не очень там может помочь на линии и так далее. И вот, например, отходить на Магнусе и делать какой-то там стак, я считаю, что это, в принципе, возможно. Притом вот несколько раз я замечал, но это были другие команды. Посмотрим, как использует его Альянс. Фаворитом все-таки небольшим отрывом является Switch Gaming. Но я думаю, что Альянс смогут с ними побороться. Приготовьтесь к битве. Такой достаточно агрессивный, кстати, стиль Switch Gaming. Пока втроем Кентавр, Леон и Варлок отправляются на нижнюю линию. Стандартный достаточно вард в миде появляется от Switch Gaming. Немножко, кстати, заметила, что в последнее время очень многие ставят вард в этой области, ну и в этой скит, примерно, соответственно, несмотря на то, что этот вард не видит руну, он не так часто разбивается. И поэтому, но здесь, видите, захотел Ори, чтобы у него был вижен на руну. Потому что Пугна достаточно часто покупает себе Боттл, и для нее это может быть важным моментом. У нас начинается уже замес. И вот Магнус, Магнус, который вывозит Кентавра. Достаточно простой Ферст Блад для притом очень важный момент. Ферст Блад забирает себе Джигернаут. То есть тот, кому больше всего нужно, 280 золота, достаточно простых. Притом, посмотрите, на второй вард. Кстати, можно будет попробовать даже отжать баунти, так как они здесь втроем находятся. Понятное дело, Кентавр не может сделать селепорт. И вот они могли сагрессировать и попробовать забрать баунти. Но по баунти у нас, как мы видим, теперь счет равный. 2-2. 2-2. Давайте смотреть, что у нас будет вообще по линиям. Пока Вич и Гейминг отправляют триплу против триплы. Интересное, кстати, решение, но тут с одной стороны Леон и Варлок достаточно хиленькие герои, тем не менее у Варлока будет хил, потом может будет попроще. Вообще, в начале Альянс смогут даже попробовать напасть на того же самого Леона или на того же самого Варлока. Кентавр, понятное дело, слишком плотный. Если так посмотри, 740 кп, 740 кп, 580. И все-таки Леон отправляется на верхнюю линию помогать ему герокоптеру. Несмотря на то, что герокоптер эту линию должен стоять неплохо, Легионку он в соло прогнать скорее всего не сможет. А вот как раз с Леоном под контроль вопросов никаких возникать не должно. Переключаемся на мид. В миде у нас стоит Пугна против Death Profit. Мы уже в принципе этих героев на стадии пикабанов с вами обсуждали. И посмотрим как по крипам. Пока 4-1-4-0 поэтому немножко попозже обратим свой взор на линию в миде. фарм идёт. Никто не агрессирует. Магнус остаётся на боте. Просто занимается отводами. Не получилось. Кстати на самом деле не доиграл здесь хэнски. Ну ничего страшного. Хотя думаю что нико бэби не должен быть такой ситуации особо доволен. Посмотрите тем более здесь варлок получилось так что пачка сама отвелась. Поэтому нужно будет нико перетягиваться и здесь выфармливать. Например уже сольётся рэндж крип. Его не получилось заданить но в любом случае денежку за него не получили. А все знают насколько рэндж сейчас важен. например если посмотреть профессиональные стримы игроков или там послушать как они общаются даже на каких-то небольших батлкапах или что-то в таком духе то сразу слышно как они не жалеют свои способности для того чтобы добивать рэнджового крипа. Магнус первый уровень буквально вот один крип ему нужен для получения второго кстати обратите внимание он сапогом поэтому в целом можно попытаться будет как-то вывести если получится вывести того же самого варлока то я думаю что урона хватит особенно если джаггернаут уже будет третьего уровня второй с грим строком грим строк и джаггернаут одна из таких излюбленных на мой взгляд комбинаций даже в пабликах пусть и сравнивать с пабликами наверное не совсем правильно в рамках профессиональных игр но тем не менее джаггернаута когда видишь в команде и видишь с ним грим строка и либо леча ты эту линию начинаешь бояться сразу и вот вывозят у нас кентабр но имеется подхил поставить станчик был потрачен и посмотрите сразу же сразу же нико не продолжает гнаться за кентавром потому что понимает что во-первых сложно будет с ним что-то поделать во-вторых несмотря на то что у джаггернаута имеется сапог а у кентавра его нет шансов его было забрать не так много конечно лучше нападать все-таки на более в этом плане уязвимого варлока который тоже кстати без сапогов без сапога пока меняет стан заданал крипа и вроде бы на линии он себя чувствует комфортно посмотрите немного все-таки ситуация у гирокоптера лучше и так и должно быть потому что если бы не было лучше это было бы странно все-таки здесь стоит дабла против одного героя а здесь все-таки два героя которые могут тебе позволить чуть более агрессивно вести но трипла она должна убивать если против вас дабла получает экспириенс и еще каких-то крипов то уже что-то кентавр как раз получает 18-2 у кентавра и вот допустим 22 на 5 у джигернаута то есть да нико фармит получше но тут все и понятно и нападение у нас на варлока отлично подстанили от гримстрока посмотрите даже не потребовалось блэйдфюри скорее блэйдфюри поражал для того что там стан за его и здесь и в принципе у него все вышло вот тот самый фраг про который я говорила все должно быть очень просто убили варлок пока без сапога это нужно делать практически постоянно как только он выходит вот где-то за эту линию уже можно нападать и что-то предпринимать агрессивное баунтируны вичи гейминг забирают две при том кентавр сжимает ну а альянс должны довольствоваться лишь одной здесь опять же Леон очень хорошо все подконтролил посмотрим что в миде опять же идентичный крип стату двух мидеров ничего не изменилось с той минуты самой первой когда я сравнивала только вот выход от Леона Лимб скорее всего будет жить но дальше они не пойдут типа ли у него 15 сиков поэтому должно быть все неплохо сбивает ему боттл но тем не менее стараются напрягать мидера и посмотрите Леон не уходит у него опять же есть стан сейчас этот стан будет даваться скорее всего решил что стоит отойти у него имеется уже сапог сюда подходит 33 станчик потратили но убить Леона у них просто нет никакого контроля на него то есть Лимб был еще достаточно далеко подойти он уже не смог а Леон сюда ушел подобру да по здорову в это время 33 ему повезло он забрал хосту ему нужно вернуться на свою линию как можно быстрее левел у него в принципе не такой плохой но вот по крипам он конечно от хентавра немножко отстает ну даже не немножко 10 крипов на линии для хардлайнера это достаточно большая разница сейчас четвером отправляются на шрайн сюда даже Ника подошел в целом у него все достаточно неплохо но тем не менее гирокоптер который никуда не ходит стоит на линии чувствовать себя более комфортно имеется у него базилка и вот сейчас будет попытка его забрать так как перетягивается сюда Ори прям под тавр очень быстро должны его убить приходит Лим слишком поздно очень долго получилось в целом он очень долго летел сюда еще летела Фата и использовала царцизм что крайне неприятно то есть они никого не убили телепорты были сделаны и легионку они потеряли перетяжка отпуганной можно перетяжку отпуганной сразу можно назвать удачной а вот от лимпа наверное все таки нет тем более стоит отметить момент что сейчас например легионка вернется на свою линию а здесь уже линия пропушена и ему нужно идти либо в лес либо как он поступает перетягивается на бот но 6 уровня нет и здесь кстати у Ника тоже еще нет 6 уровня а левел крайне нужен я так понимаю что Джиггернаут просто пойдет фармить леса и давайте смотреть что у нас по стакам а вот здесь кстати стаки имеются 3 стака замечательно больше пока я не вижу а вот вот еще 2 так что какой-то фарман в любом случае получит надо обязательно дофармить эту пачку до следующей минуты еще раз напоминаю сейчас будет нападение на легионку и рядом пугна поэтому опять же легионка должна погибать очень быстро магнус пока ничего сделать не может гримстолк тоже сайланс но это не помогает нужны телепорты а вот от кого телепорты приходит сюда лим дает сайланс только у него нет уже экзорцизма гентавр получает 6 уровень и под стампидом отсюда вся команда вич гейминг может при желании уйти угрызается лип у нас в дюая в это время ори разбирается еще и с магнусом и он просто понимает что урона не хватает магнус это не тот саппорт который может выдать урон нужен нико нико подходит очень хочет что-то сделать против пугны и пугна в этом плане замечательная контра но хп было слишком мало девай пытается выйти с помощью телепорта и выходит у него это сделать но хотя бы на самом деле забрали пугну переключаемся уже на нетворсы и что в этой ситуации нужно отметить самое важное это замес который проходил 4 на 5 то есть все это время гирокоптер самый нафарменный герой у вича гейминг спокойно бил крипов в отличие от героев команды альянс то есть у нас дес профит перетянулась джиггернаут перетянулся магнусу срочно нужен левел и вот 10 минута для него крайне важна кстати на самом деле в последнее время я смотрю так как во первых здесь это магнус саппорт не качает на 6 уровне рп я в последнее время все чаще этот момент отмечала и если рп не качается то магнус используется просто как знаете такой саппорт который делает постоянные стаки но не вносит никакого урона не знаю насколько это рентабельно и как этого в целом будет использоваться как в целом будет использоваться альянс у нас магнус но пока мы видим что это примерно такого типа будет магнус потому что левел очень маленький и что же у нас в итоге посмотрим на первые 4 позиции да джаггернаут как-то держится при том все равно его обгоняет даже хардлайнер который против него стал ну у него примерно идентичный нетворс на самом деле баунтирун 33 забирает девайс забирает лимб в этот раз уже альянс не проиграет по баунтирун прилетает лимб на бот у него 9 уровень счастье ничего серьезного здесь на 10 минуте отметить нельзя но отметить можно то что 4000 преимущества у бичи гейминг на 11 минуте это очень много золота это только стадия лайнинга плюс они забрали уже два табора и переключаются на третий кентавров под хилом варлока посмотрите как хорошо сыграли в этой ситуации казалось бы бичи гейминг но они еще и на развороте начинают драться хотя возможно это была ошибка вы сами видели это была ошибка от кентавра несмотря на то что вначале он сделал все правильно он прожал стабит и можно было просто отойти но потом развернулся видимо был а может на разворотике вот эта стандартная ситуация присутствует не только у снг коллективов она как вы видите неплохо действует еще и в Америке и в Китае и в других регионах где имеется дота профессиональная и не только профессиональная я думаю у многих такая ситуация возникала в паблике опять же некорректно сравнивать с профессиональными дот с пабликами но когда знаете ты смотришь на такой момент и говоришь эх жизненно вот если даже профессиональные игроки ошибаются то и что уж меня в этой ситуации винить так Тавр не вышла варлок голем зацепили еще гримстрока сюда пошел кулдаун гирокоптер рядом стоит у нас нико подхиливает отлично своего тиммейта саппорта пату килингвардом немножко но тем не менее легионку они отдают и вичи гейминг продолжают давить увеличивая свое преимущество до 5000 на 12 минуте легионка пока вот заработала только одну дуэль 2 брусерочка 2 брусерочка купила брусерока мантус 6 уровень рп кстати прокачал может как-то попытка вывести рп у нас по одному кентавру но кентавру по твоим прошу прощения замечательно получилась вести связка гримстрока лим будет ли замедление неплохо и он не слышит отлично вторая дуэль отличнейший замес от альянс вначале мне показалось что выйдет на самом деле у нас леон за зону действия рп поэтому я такая ах наверное только по кентавру но нет не вышел в итоге леон также отправляется в таверну очень на самом деле хороший выход потому что они наконец-то реализовали и омни слэш и связку грима и что немаловажно они немного скажем так остановили кентавра потому что кентавры так уже с вангуардом плюс немножко реабилитировались планет форсов дальше фармить не забываем что джаггернаут фармит у нас очень быстро джаггернаут и правда все очень здорово он все таки под пауэром и нужно забирать тавара на данный момент это будет первый тавар который смогут забрать альянс главное его за контроль за контроль забирает тавар башни сил тьмы разрушена кстати молодец вот хэнскин на реализацию рп вообще очень сложно давать рп когда у тебя нет блинка все с этим моментом сталкивались и понимают как это работает но сейчас у него могут быть проблемы и нет на скивере он уезжает кентавра имеется стампит поэтому если захотят вичи гейминг они сами могут попробовать напасть герокоптер имеется драма такой стандартный я бы сказала лайт и билд вижу и вот-вот краешком зацепил 155 в это время кстати параллельно и девай сломал вард на варлоке на вот этот вард пока дает небольшой вижен но тем не менее этот вард очень редко разбивают его стоит наверное учитывать потому что когда ставят там сентрии стараются поставить где-то в этой области чтобы например здесь дать вижен и соответственно здесь если что здесь фата байтит здесь в инвизе нас ори нападение и байт удался чтобы сказать просто разрывают нас грим строка тут никакая бы поддержка от лимпа не помогла даже если бы он как-то сайланс дал и так далее лимп отличный телепорт смотрите как активно заходят вичи гейминг они ничего не боятся преимущество опять около 5000 потратили на самом деле кулдаун но кулдаун у кулдауна не такой уж большой поэтому ничего страшного спокойно сносит тавру на боте спугный у тебя есть возможность это делать и самое обидное что альянс пока ничем не отвечают то есть да там подфармливают нас джаггернаут но а вот тот самый же лимп ему приходится как-то по линиям летать опять же скрываться но не умирал не умирал лимп что в принципе немаловажно хотя по нетворсам разумеется он будет проседать и отставать от пугни вичи достаточно серьезно во-первых за счет тавров которые сносят вичи гейминг ну и пугна на самом деле и фармин больше по крипам 87 114 дабы не быть голословным вот и кримсон на кентавре дальше выход у нас будет в линг какие еще командные артефакты дискорд бубны леон понятно дело леон у нас будет через блинк все-таки в инициацию EW Q для Death Profit уже поприятнее будет чувствовать себя лимп потому что без этого артефакта Death Profit крайне уязвима вообще Death Profit очень часто берутся когда в команде имеется минимум два подсейва здесь имеется легионка но не сказать что легионка идеальный подсейв очень часто Death Profit берут либо с Shadow Demon либо с тем же самым Dazzle она очень здорово сочетается так будет нападение на кентавра но кентавр чувствует и на самом деле не столько сколько чувствует сколько у них здесь был вижен и сразу он увидел что была какая-то перетяжка и вот он самая дуэлька дотягивается голем от варлока отличный омни слэш какой же просто плотный кентавр в него всадили все убить его не получилось отличный телепорт от команды легионка в итоге погибает фата пытается уйти с помощью телепорта защитный голем в принципе решил ситуацию и мне хватило наверное все-таки Death Profit но опять же казалось бы вы вчетвером нападаете на одного героя и его вы должны убивать Кримсон Кримсон плюс варлок подхил ну и голем конечно же он не слышит его потрачен не КПВ плейд Кюри нападает на гирокоптера гирокоптер практически без маны Сайланс неплохой но Гримс погибает зацепили у нас Магнуса Магнуса тоже не что не отпустит Магнус у нас РП не успел дать очень обидная смерть для Магнуса так как немного денег нужно было до Блинка и вот с Блинком все-таки попроще Кримсон прожимают Ник агрессирует рядом находится Ори и понятное дело было что идти дальше за Кентавром в такую позиционку нельзя несмотря на то что отсутствовал голем у Варлока несмотря на то что не было стампида у Кентавра и эта информация присутствовала у Альянс они сделать ничего не могли они могут драться только с экзорцизмом Дес Профит на данный момент а так как еще и Джаггернаута в кулдауне унислэш был совсем уж драться не хотелось так Дес Профит перетянулась прожимается Смок и сейчас будет попытка как-то кого-то найти здесь опять же очень хороший вард от Вичи Гейминг нестандартный также поставили вард сюда Альянс вот все-таки отмечать хочется отметить момент что игнорируют Сент Рим Легионка цепляют Варлока третья дуэль третья дуэль кстати в этот раз 33 играю через Худ мне кажется против такого пика с таким количеством магического дэмэджа притом быстрого магического дэмэджа тут только пугный Леон чего стоит Варлок то есть я не буду уже перечислять все способности команды Вичи Гейминг но вы сами понимаете насколько у них много магического урона через Худ и через Пайп на команду ты обязан играть в любом случае потом скорее всего пригодится Блинт и возможно Бладмейл но пока Пайп это мастхев Деспрофит собирает себе БКБ опять же понятно почему только что обсуждали нужно защищаться как-то даггер готов у Магнуса только нужно его приобрести показывает что на боте достаточно много крипов ему как-то Джаггернал ты где Ника уже спешит имеется у него диффуза Саша Яша Саша Яша чтобы найти больше резиста и вот стопидное нападение на легионку здесь в принципе шансов у легионки выжить не так много особенно если команда не будет помогать но РП РП очень неплохое и Деспрофит заходит замес экзорцизм работает на ура только вот проблема в том что Джаггернал не смог дать ничего это наверное самая серьезная проблема так как он если бы например дал свой мислэш вот посмотрите на количество хп то скорее всего погиб бы Варлок возможно погиб бы и Леон и замес бы не прошел так печально в это время у нас Гримстрок пытался забрать руны он забрал две руны но это минус пять руны и мало того это все дело собирается Личгеминг подпеки тем что заберут Рошана а это уже это не просто Рошан это Рошан после минус пяти и дальше у них не такие большие кулдауны всего то есть опять же да стампиды в кулдауне в кулдауне ультимейт Леона да на самом деле если еще кто считает Голема то на самом деле получается что они не пойдут дальше сразу же но пока хорошо допустим они сейчас ходят на шрайн порегенятся и как раз соберутся уже с Аегисом и отправятся на на последний внешний тавер который находится на топе опять же хочется похвалить вижен от вич гейминг лично мне он очень импонирует несмотря на то что вот сейчас они поставили достаточно такой банальный вард вот в этой площадке но тем не менее то что у них был такой хороший вижен решил ну эта ситуация в принципе предыдущий замес произошел настолько удачно для них и благодаря этому самому вижену также отправляют курьера понимают что здесь имеется большое количество вардов и это еще не все варды то есть он сейчас подумает что здесь вот я сломаю эти два варда скорее всего больше здесь вижена никакого нет а вот и нет стоит замечательный вард в этой области который дает отличный обзор и на шрайн и на линию и вот этот вард очень здорово нападать разумеется гем сейчас альянс покупать не имеют никакой возможности и в плане денег в плане того что их пока выигрывают крайне уверенно вичи гейминг с 12 тысяч на 23 минуте посмотрите какие шикарные уже и упугные вещи я уже молчу про гирокоптера такая же о кстати забавно что я молнию приобрел не отметила то что аганим это было в принципе само собой разумеющееся потому что на гирокоптере наверное только ленивый сейчас аганим покупают а вот по поводу молнии я немного удивлена думала что возможно появится какой-нибудь blacking bar что-то в таком духе но с другой стороны здесь бкб наверное не настолько хорошо будет работать если учесть что легионка пробивает магнус пробивает джаггернаут тоже в принципе может с этим работать нападение у нас на магнуса и его стирают да потратили да кстати обидно на самом деле что рп он не успел дать но посмотрите грим строку уже приходится байбэк забрали леона легионка также в таверну выбивают аегис из гирокоптера и неплохо работает лим может сейчас развернуться и попробовать забрать гирокоптера джаггернаут заправляются у нас еще и с кентавром и дальше возможно на варлока варлок без голема варлок без голема диффузами подзамедлили но дальше идти боятся можно сказать что не такой плохой замес для альянс они выбили аегис забрали леона и кентавра сами потеряли магнуса и легионку и развели на байбэк ну соответственно потратили байбэк на грим строке только вот деспрофит и джаггернаут выжили и это самое важное что они с этого замеса подняли денежек подняли экспириенсы и что наверное все таки самое главное они не дали снести тир 3 потому что это шрайны потому что это постоянно линия пушится ну и вообще в целом заходить на хг да я понимаю что здесь 75 хп что забрать этот тавр вообще сейчас не составляет никакого труда но тем не менее джаггернаут пути телепорт грибстрок погибает после байбэка и скорее всего погибет еще и магнус и скорее всего линк ему сбивают янским пытается пожить как можно дольше но спир у него в кулдауне и это минус 40 45 секунд дан потопу сейчас все равно можно попробовать пройти и забрать последний внешний тавер про который я говорила когда они пошли по миду они все таки даже не то что переоценили свои силы нападение на Ори очень хороший фраг от Альянс потому что во-первых фраг достался Лимпу он забрал 700 золота плюс у него был большой стрик и так как у него очень высокий левел по сравнению со столями то в таверне он проведет очень много времени Лид Гиланка подпушивает наконец Тир 1 и то есть используется гриф даже Тир 1 на боте не получается забрать Альянс за 26 минут матча забрали только лишь 1 тавер и это с живой то профеткой но вообще на самом деле относительно живой 1 раз получилось убить кстати Деспрофет собирает себе Беллинг честно говоря думала что Лимп пойдет в статы и не просто статы я практически уверена была что появится Аганим но судя по всему мобильность является приоритетной задачей здесь для него или в целом даже не задачей а просто приоритетной также забирает скади для гернаута статы чтобы поменьше времени в станах проводить МКБ кого-то на самом деле тоже лишнего не было если чайский голем пробивает есть еще всякие ракетки леоны кентавры варлок голем не в колдауне буквально в секунду кстати будет Аганим начальник я предполагала что Лопус захочется брать но пока решил Аганим и Аганим и Лотус нижнюю башню сил света атакуют с Лотусом вперед сейчас а потом и Аганим денежка на Байбек имеется давайте откроем Мамбабеки то есть если что Альянс будут готовы драться на развороте 11000 это много но это не то преимущество которое нельзя отыграть поэтому сейчас крайне важно Альянс очень хорошо использовать все свои способности очень много будет зависеть от РП непосредственно и Омни слэша вообще очень важно было бы наверное убивать в начале самого замеса пугнул потому что как раз Ори выдает феноменальное количество урона на понятное дело герокоптер там варлок при условии обдок также могут выдать но мгновенный практически урон отпуганный плюс под сейв неприятный альянс альянс в своем стиле поджидают но а вичи гейминг идут по совсем другой линии все-таки надеются добить тер 3 либо дождаться Рошана который кстати мы знаем через сколько он вязнится через минуту в этом времени еще много скан у нас от сил тьмы знают что примерно в этой области находятся сейчас герои команды альянс сатаник появляется на герокоптере и дальше выход в бабочку аркейн руна я думаю что стоит поделиться ей и оставить ее для ори ори кстати делает телепорт у него также появился блинг и смок от вичи гейминг сейчас возможно будет один из самых важных замесов и ооо ооо пи-у-и-дабл-ю ту-лю-ту-ту-ту-м тум ну ребят такое случается не только на профессиональной дот-сцене везде такое случается потому что ладно мисклики это обычная вещь а вот то что заберут крем-строку очень быстро будет неприятно может связочку перед перед смертью связочку было бы неплохо на самом деле возможно получилось бы гернал отдать омни-слэш но в итоге легион стирают защиты на секунду байбэк магнус так же отправляется в таверно байбэк имеется лимф от бкб просто зонит всех берет на себя четверых героев команды вичи гейминг в это время подкил от ори был отличный который спас задевая жизнь но в это время забрали кентаб амни-слэш но магнус погибает после байбэка это трипл килл у нас для герокоптера и идут дальше за джекернаутом бледфюри фулдаунин куда идти с помощью телепорта но куда же ты уйдешь от леона это минус шесть минус пять наверное от да минус шесть минус шесть в итоге получается у нас если минус пять даже минус семь прошу прощения потому что магнус погиб после байбэка и леонг выгопалась математика не погибла леонг уже после байбэка не погибла поэтому минус шесть мне казалось что и тридцать третьего получилось забрать мало того что они снесли мин сейчас они спокойно смогут забрать ботом даже если бы дес профит байбэк был не знаю что бы получилось сделать так как банально у него нет экзорцизма а дес профит без экзорцизма это это не такой уж и полезный герой кстати после блинка в принципе выбрала шиву я об этом говорила я думала немножко пораньше шива появится удобненько мол армор здесь смотрится неплохо выживаемость но мобильность она лишней никогда не бывает не помогла в предыдущем замесе здесь мобильность возможно честно говоря и армор бы не помог потому что очень уверенно вич и гейминг этот замес провели несмотря на изначальный не очень хороший старт вы помните этот самый хекс может это байт был я не знаю но на самом деле нет это был просто мисклик в любом случае когда гримстрок сюда подошел это была ошибка грим еще изначально не смог дать полностью свой рассказ то есть если бы он хотя бы связочку дал может быть а так а так очень много ресурсов было потрачено в кентавра в кентавра у которого огромное количество армора и кримсон у него имеется и лотус у него имеется вы понимаете сколько всего нужно было вывести кентавра чтобы его забрать а пока они убивали кентавра остальные герои тот же самый пугневич варлок остальные все вживые были здоровые и демажили очень серьезно особенно гирокоптер да кстати гирокоптер пока выглядит необливаемым потому что у него банально ноль смертей 7-0-13 у него сатаник у него аганим он близится к бабочке до бабочки кстати остается совсем немного плюс появляется у нас рошан и опять же ну вич гейминг дождутся кулдаунов у варлока голем есть у пугода вообще всегда все есть кстати айланд диск появился что тоже немаловажно кентавру с тампидом и он с пальцем гирокоптер разумеется со своим кулдауном и вич гейминг такими темпами сейчас ну я думаю что бабочку просто дофармит или принесет уже себе гирокоптер купит и они отправятся опять нападать опять инициировать и опять убивать своих оппонентов смог не просто или они сейчас дождутся может забатят на кентавра то есть опять же если альянс сейчас приведутся и нападут на того самого кентавра на которого в предыдущем замесе они потратили вообще все в итоге убили кентавра но вот остальные герои команды вич гейминг были живы здоровы что немаловажно кентавра это конечно тоже кор герой но все таки это не первая позиция на которую хотелось бы обращать побольше внимания а как ты этого герокоптера будешь сейчас убивать вот в чем проблема у него есть и подсейв в лице того самого кентавра и стампида у него есть подсейв в лице пугны и орит если даже варлок он сейвит то разумеется герокоптер он также будет сейвить лотос набросили варлок подфилд просто герокоптер стоит и расстреливает и просто посмотрите он зонит всю команду альянс заходит клинк под блокин баром экзорцизм работает ну и как только бкб закончится он перестанет быть таким уязвимым прожимается сатаник у нас от герокоптера и неплохо неплохо за счет он не слэша и отличный отличный отличная рп была от магнется получается забрать герокоптера кентавр также отправить в таверну у бугну могут быть проблемы пытается жить но лимб его не отпустит блин каут но как же так неужели никто не собьет телепорт как же обидно просто невероятно обидно погибает у нас в итоге только герокоптер и кентавр хотя могли забрать гораздо больше в такой ситуации альянс и вот здесь инициатор дес профит сыграла свою роль на самом деле очень неплохо вышло бы если бы они не потеряли одну сторону напомню что это без рошана и сейчас у них как раз дабл дэмэдж дабл дэмэдж и рошан это просто идея ну это знаете вот дабл дэмэдж и рошан для команды там вот в такой ситуации это настолько классика доты вот я просто могла бы просто рук поставить на то что в этот момент должен появиться именно дабл дэмэдж вот иногда мне кажется дота она любит такие моменты дарить нам для того чтобы эта игра не заканчивалась так просто потому что теперь с сырком и с сырком и с сырком сырком для дэс профит да для дэс дэс профит и где не понимаю ты ходишь тут у тебя уже сыр украли поделись сыром хорошо лимпу дали сыр нужно только вот поменять наверное наверное либо на брейсерок либо на стики то же сами решайте предоставим такую возможность центральную башню сил света атакуют баунтируны 18000 две стороны это достаточно серьезно гирокоптер был без байбека он тогда сразу купил бабочку ну вот кстати очень неплохое было рп по твоим героям благодаря которому он не слэш у нас получился замечательный и отзонили пугневича то есть не дали ему засейвить своего тиммейта плюс очень важно что до этого момента там уже было все потрачено нападение на дэск профит дэск профит сыр приходится использовать и вывозят у нас Леона у Леона имеется айон диск но тем не менее это выигранная дуэль а в это самое время лимп гонится у нас за варлоком кто нибудь помогите и ул в кулдауне и телепорт не получается в итоге развели можно так сказать дэск профит на блэкенбар и сыр забрали Леона но если честно если учесть то что вичи гейминг нападали на дэск профит практически ее убили на базе альянс при живых пятерых персонажей альянс плюс к этому всему у альянс был сыр у них был аегис который не был потрачен казалось бы да блин при том еще и телепорт не смогли сделать неприятно дуэлей становится больше владмирс на легионке сейчас возможно будет попытка забрать кирокоптера но это кстати с омни слэшем у них были все шансы его забрать но здесь очень хорошая позиционка у девая посмотрите как он спрятался во первых у него есть глимер во вторых у него есть подхил и самое важное что у него есть это голем который не в кулдауне леон реснулся на ббек его не получилось развести и теперь альянс пытаются сами что-то сделать так как у них все-таки аегис на джаггернауте налифайр выбирает нига бэби под сейв на кентавра сразу же имеется у него во-первых лотус спокойно пытается забрать тавр используется глиф от вичи гейминг альянс немножко подкомбечили но на самом деле вот тут ключевое вот это немножко пока у них есть аегис на джаггернауте они по крайней мере могут выйти из базы но ненадолго бот там очень сильно пушится тавр забрать обязательно тавр забрали леон стан не был по джаггернауту он просто хотел быстрее отпушить крипов хотят хотят напасть и одни и другие но боятся при том очень важно что вичи гейминг тоже уже не чувствует себя настолько уверенно хороший вард стоял но тем не менее опс решил опс стоял здесь поставили сентри на линию так кентавр 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 видите они ботят именно кентавра но сразу подземляется стампида голь убегли голем пока просто ограничивается кулдауном кентавр выживает голем они потратили на стампида развели с другой стороны здесь альянс не было потрачено вообще ничего но линии линии пропушенные при том и топ очень сильно тут 4 ранжевика нужно дефать деггернал скорее всего отправится именно наверх диспрофи должна отпушить свою базу потому что здесь уже крипы подходят к Т4 но тем временем тайминги аегиса подходят к концу и вечи гейминг для того чтобы эту игру выиграть не нужно особо стараться им нужно просто дождаться пока закончится аегис это первое что им нужно сделать второе не стоит забывать про шрайны наверное потому что уже прошло достаточно много времени а шрайны у оппонентов хотя у них уже нет двух сторон до сих пор стоят а шрайны это мало того что там имеется и вижен постоянный это конечно главное телепорты и возможность быстро вернуться в замес опять же возле того же самого рошана кстати рошан скоро-то будет уже третий но на самом деле не очень скоро потому что уже гернаут еще этот аегис не выпал но это я уж так в смоках ну алианс также находится в пятером если они будут подниматься на хайграунд у них будет возможность дать хороший рп но заканчивается аегис крайне вовремя у вичи гейминга уходят в смоках без профит и гримстрок показали свои позиционки а вот это вот один из возможно ключевых моментов следующего замеса поэтому если герокоптер не получит рп очень вероятно что он же просто филиминальное количество урона две руны на боте забирают на топе забирают альянс на боте тверуна достается вичи гейминг такая у нас плотная игра получилась несмотря на очень хороший старт от вичи гейминг они даже не сказать что допустили несколько важных ошибок но тем не менее получается все-таки затянуть у альянс загон пятого давайте по артефактам пройдемся фата несмотря на то что у него статистика 076 давайте уже нэндворсы по байбекам все вроде понятно имеется у него конечно глимер кейп и 2500 сверху там талант конечно работает на ура без профит та самая шива которую он уже очень долго собирает но все никак не получается собрать денежку он хочет составить и на байбек что без байбека им может быть очень сложно но и тем не менее 18 уровень уже у варлока до 20 не так много остается рошан примерно 50 секунд узнаем что у нас там по рошану диккернаут нули фаер мкб есть уже чем бороться с бабочкой и бкб собирается все-таки диккернаут хотелось бы конечно 25 сами альянсы решают выйти с базы у них есть байбеки поэтому у них есть шанс ошибиться а здесь достаточно долгий и рп рп у нас по гирокоптеру но отличный голем связка от гирокоптера пытается отсюда уйти магнус получает ракетку он сбивается леон хекс по диккернауту подхилл от легионки но сразу же станчик и вроде бы отступили только с другой стороны у нас лим дрался в другой части замеса разбили на голема телепорт соответственно голем был потрачен а что у нас потратили альянс связку гримстроука ути мэдис профиль диккернаут не прожимал свою нислэш легионка не давала дуэль а вот магнус рп давал и что важнее голем или ультимейт дес профит потому что без ультимейта 100 секунд но тут еще и все таки рп хотя рп уже достаточно 70 секунд 40 секунд у кентавра рошан а рошан то с пропрессером два голема там на самом деле или он еще есть отправляется на рошана неужели не отправится неужели просто давить рошана дождаться теперь нужно будет второго голема мне интересно на самом деле кому он давит рефреш потому что тут если честно не сказать что однозначно он дадут варлоку как мне кажется голем наиболее важен но возможно кентавр просто заберет рефреш нет все-таки перелились варлоком 60 секунд до голема нужно обязательно дождаться и идти на третью сторону но пока они дойдут пока они там разменяются любезностями вполне я думаю что голем появится аркейн руна упуганный это тоже очень приятно для замеса для этого персонажа а гирокоптер у нас приобретает себе обизл и вывозит именно гирокоптер а на нем лотос висит надо его сразу же попытаться убить всеми возможными и невозможными способами поэтому чтобы аегет сразу получил забрать он прожимает сатаник поднимает его ветра добить не получается гирокоптера боже сколько же он живет все-таки справляется пошел гирокоптера его увозят не дождались не дождались голема бэк бэк если бы получилось хотя бы немножко топ пропушить потому что все-таки тут два еще стоит он не слэш был не самый хороший джаггернаут кстати джаггернаут выбирает себе на самом деле у него очень долгий кулдаун уми слэша если бы он купил себе аганим сразу чтобы он у него был загрейдженный может бы это имело больше толку потому что у тебя появилась возможность ошибаться с уми слэшем что там кулдаун совсем смешной становится имеется сыр еще у кентавра гирокоптера все-таки на бэк не развели шива есть дальше рефрешер джаггернаут выбирает себе хекс сразу же мгновенно на нитком но подхил от легионки в любом случае атака от альянс была остановлена пичи гейминг джаггернаут джаггернаут под заменой и вард погнем сейчас стоит ракетка прямо в лоб прилетает но продолжения никакого нет в то время патч приходится возвращаться на базу так как банально опять же линия постоянно пушится если миды не толкают то соответственно ботам с ботомом проблемы джаггернаут пять ок 5 от ника просто от правос наплак забирает мануса у мануса имеется buyback сейчас пойдет проказ геррокоптера могли разобраться у нас с варлоком но очень похотан здесь греймстрок нужно добиться его каким-то чудом Геркоптер отсюда уходит Ника до сих пор жив Деспрофит Получается стан от кентавра Теперь можно на кентавра напасть Не знаю зачем здесь нападал кентавр В такой ситуации, когда его команда была слишком далеко Но почему очередной раз В замесе нет вижена на глимер кейп Настолько обидная ситуация На самом деле ли он Цепляет Ника, станчик залетает И РП по троим Но влетает у нас кентавр, подстанили Стампиды поднимают его в ветра Добить Гримстроука обязательно Погибает у нас Магнус, погибает Гримстроук Ника вроде бы справляется С телепортом и Отправляется на базу Гримстроук байбек Очень обидно, что Магнус потратил свой байбек Теперь нет экзорцизма Имеется гем Вот из-за гема Из-за отсутствия вижена Опять же был плохой мне слэш Связка у нас от Гримстроука пошла Влетела Легионка Но хотя бы кого-то добить не получается Гирокоптера поднимают ветра У него имеется еще Сатаник Начинает драться Получает Джигернаут Супер Башен Поднимает Блейб Кюри Помощь от Гримстроука присутствует Как-то подстанет Подстанились Легионку убили сразу же байбек Но Вич и Гимминг все живы-здоровы Забрали последний внешний тавр Вообще осталось только вот Т4 У нас нападение на Ника Ника стирают Байбек имеется Увеличивает свое преимущество Ищи Гейминга 27000 Деск Профит Также в таверне еще один байбек Это просто уже 4 байбека от Альянс И 0 байбеков от Вич и Гейминг Ника Бэйби под Гриммер Кейпом Используется Клиф Просто 0 маны у Гирокоптера А он все равно стоит Настреливает И последняя сторона у Альянс Падр Мега Крипы 10 секунд до Магнуса Т4 упали Кекс Регионалт раскручивается Омни Слэш буквально через пару секунд Но Трон Трон сколько возможно не простоит Лимб врывается под экзорцизмом Трон пока никто не бьет Под Пайпом работает Пошел Омни Слэш Забрали у нас Кугну Забрали Гирокоптера Теперь скорее всего Кентавра тоже заберут Забирают Только у них у всех есть байбеки А Леон с Варлоком Каким-то чудом Просто справляются и улетают Сейчас вот отметила один момент Но поговорим Поговорим Наверное уже Немножко попозже Хотя есть Наверное время сейчас обсудить Потому что ничего не происходит Посмотрите какое количество смертей У нас у Леона И у Варлока Вообще в целом У всех смертей По три да Но то что саппорты Умирают так мало Это удивительно Потому что Опять же вот Леон 3 смерти Это герой которого Ты хочешь Обычно убивать И ты можешь Этого героя убивать Опять же Три смерти у Варлока Это очень и очень мало Если сравнивать Со смертями Например Того же самого Гримстрока 8 смертей Легионка 8 Магнус 9 То есть саппорты Команды Альянс Умирали гораздо чаще Пугну приходится Тратить байбэк Это на самом деле Кстати достаточно важный Байбэк Потому что сейчас Альянс Им уже нечего терять Они потеряли Практически все У него У трона Считай пол хп Даже на самом деле Меньше Валяется гем Который никому не нужен Кстати Деспроф Не взяла его И опять сейчас Будет Глимет кейп Который Джекернауту Может помешать Где же гем Попытка была Третьего Прыгнуть И Дать дуэль Снесли тавр Хотя бы одну сторону Хотя бы одну сторону Чтобы было чуть-чуть Попроще Чуть-чуть попроще Еще и казарма магов Но как же больно Джекернауту Палет залетает И Блэкенбару Ника готов Глимет кейп накинули Но у него просто В кулдауне Омни слэш Связка от Фата Для того чтобы Не пропустить гирокоптера В Блэйкфури Ника пытается уйти С помощью телепорта Понятное дело Что грима строка Никто не отпустит Не смогли Не смогли Снести сторону Вот в чем Беда И Сами понимаете Что Такими темпами Скоро Тут Ирошан Появится Кстати 2 минуты Поэтому Не так уж Скоро Как и предполагало Но тем не менее Ситуация следующая По байбекам Наверное Ноль байбеков Должно быть Альянс И Гримстрок в таверне 80 секунд Гем валяется Дуэль Нападает у нас На варлока Пытается его запокусить Не получается Отличная рп Но голем Тоже был неплох Погибает у нас Варлок Без байбека Киндабр Отправляются в таверну Легионка Без байбека Мину Сует ее И теперь Ника Главный герой Потому что сейчас Леггернаук Если отправиться в таверну То это уже Навсегда А так оно и происходит Альянс Проигрывают Первую карту Против Вичи Гейминг Я хочу отметить Что карта была интересна Несмотря на то Что Вичи Гейминг На протяжении всей карте Были явными фаворитами И вели очень много золота Вы можете вспомнить Сколько у них было преимущества На 8-9 минуте Уже около 4-х тысяч Достаточно долго Оно держалось Отличные замесы От Вичи Гейминг Несмотря на то Что сказать По поводу лейт Потенциала Наверное Все таки у Альянс Лейт был посерьезней Несмотря на то Что герокоптер он хороший И так далее Это все понятно Но тем не менее Магнус и Джиггернаут Это очень серьезная комбинация Честно говоря На этой карте Мне не очень понравилась Игра от 33-го Они уже Какой раз Берут Легионку Но тем не менее 2,9,15 И 14 тысяч Урона На хардлайнере Это наверное Не самое приятное Что может быть Ну например Мы смотрим У Кентавра У него тоже немного урона Но пользы от него Было Очень много Во-первых В замесах Сколько времени На него тратили Чтобы убивать С Легионкой Таких проблем Вичи Гейминг Не ощущали Они в принципе Не чувствовали Пользы Наверное Как и мы с вами И Второй момент Очень много Смертей От Саппортов Команды Альянс Но Третий момент Меня смытил Больше всего Это то Что не было Вижена На Геймер Кейпы Минимум Два Омни Слэша Которые могли На самом деле В один момент Добить Гирокоптера Еще в один момент Очень жестко Он должен был Распрыгнуться И забрать Гирокоптера После того Как он резнулся Поэтому там Он еще Чуть дольше Пожил И поэтому Больше героев У Вичи Гейминг Спаслось Ну вот Вижен На Глиммер Кейп Отсутствовал Это наверное Было как-то Даже знаете Даже на 5К Рейтинге Ты постоянно Просишь там Например Там того же Хардлайнера Взять Какие-то Дасты Например Легионка Имела стики Но Согласитесь Дасты В какой-то момент Могли бы Гораздо Серьезнее Повлиять На ход игры Я Стики вообще Мой любимый артефакт Но когда у тебя там Не знаю Все саппорты Игнорируют Дасты То я думаю Что можно все-таки Продать Либо Ну не знаю Да Топорик Тоже важно Ломать Варды Здорово Замечательный Вижен Это все круто Но опять же Дасты против Глимер Кейпа Это маст хэв Ну что же Первая игра У нас Заканчивается Победа Вичи Гейминг Достаточно Интересная карта Как я уже Говорила ранее Мы уходим На небольшую Музыкальную Паузу И посмотрим Повторятся ли События Годовой Давности Когда Ровно год назад На ESL1 Альянс против Вичи Гейминг В рамках Группового Этапа Альянс Поиграли С отчетом 2-0 Я уже говорила На самом деле Про этот момент Но мне очень интересно Смог ли Вичи Гейминг Повторить свой успех И смогут ли Альянс Наоборот Что-то показать Этим Своим новым составом Которые все хвалят В том числе Кстати и я Музыкальная пауза Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому